Рерих вернулся. Работа живописца на несколько месяцев покидали Нижегородский художественный музей. Их отправляли на выставку в Санкт-Петербург. После возвращения картины показывают только один день и только журналистам. Полотна даже не развешивают. После длительной поездки и смены климата они должны отдохнуть. Они сейчас должны обязательно отлежаться. Не отстояться даже, а именно отлежаться. Потому что технология в данных произведениях довольно-таки сложная и очень хрупкая. Это старинные буддийские обычаи. Во время снежных ветров тибетские ламы восходят на вершину горы и разбрасывают красных бумажных коней. По их представлениям, кони оживают и помогают папашам в беде путникам. Эта картина примыкает к серии «Майтрея». В нее входят семь картин, написанных Рерихом во время путешествия с семьей по западному Китаю. Кстати, все они были переданы в Нижегородский художественный музей по завещанию Горького. Алексей Максимович, Николай Константинович были очень дружны. Рерих очень часто был в гостях у Горького, где знакомился с известными поэтами, писателями. Часто, кстати, отдавал Горькому свои статьи и белые стихи на рецензию. Ну и сам Горький очень ценил Рериха. Он называл его прорицателем, величайшим интуитивистом современности. Увидеть полотна во всей их красе Нижегородцы смогут 28 марта на открытии выставки «Кому нужен Горький». Затем они снова на несколько месяцев отправятся в мастерскую. Анастасия Коченова, Алексей Злов, Объективно, ННТВ.